От Луганска до Херсона масштабная отправка гуманитарного конвоя готовится в Тольятти. Помощь отправляется сразу в 30 подразделений к танкистам, артиллеристам, десантникам, бойцам ПВО и Росгвардии, а также к тем, кто проходит лечение в военных госпиталях. У нас много волонтеров. Наш город максимально подключился. Даже, говорю, жертвуя своими выходными днями, нам приходят, помогают формировать груз, собирать гуманитарную помощь. Сейчас мы собираемся в длительную поездку и готовим наших бойцов к холодам. В свободное время приходим в пункты приема, помогаем. Также я в августе ездил уже на СВО с гуманитарным грузом, с Еленой вместе. И также в свободное время дети помогают, мои спортсмены, также плести сети, тяжелые грузы, мальчики таскают, помогают. Нам нужны сети рыболовные, чтобы больше сплести сетей, чтобы больше жизней можно было спасти. 20-тонная фура в сопровождении волонтеров отправится в путь уже в ближайшую пятницу. А пока работа в волонтерских пунктах кипит. Волонтеры закупили большое количество хозяйственного мыла, которое помогает бойцам в самых экстренных ситуациях. Услышала от супруги военного хирурга, что даже сейчас в действующей армии, в некоторых частях используется нашими военнослужащими хозяйственное мыло, как дезинфицирующее средство. У каждого есть в пакетике такой кусочек мыла. Если где-то там царапина, есть небольшая ранка, он быстренько замыл и хозяйственным мылом обработал. И это уже дает пленочку, которая защищает его в будущем. И вот мы теперь делаем такие уже индивидуальные кусочки для каждого нашего воина. Хватит сидеть дома. Много пенсионеров, которые сидят на лавочках, пускай приходят, помогают. Тут в основном девочки. И нужны сильные мужские руки, и не только женские, плести сеть и все. Вот даже кусочки вот эти мыла резать. Вот девочки стоят и режут. А это уже тяжело для них. 20-тонная фура в сопровождении волонтеров отправится в путь уже в ближайшую пятницу. А пока работа в волонтерских пунктах кипит. Волонтеры закупили большое количество хозяйственного мыла, которое помогает бойцам в самых экстренных ситуациях. На каждую роту, а их более ста, необходимы тысячи свечей. Для их изготовления нужен парафин, огарки, а также металлические банки. Объединение – большая сила. Почему? Хотелось бы, чтобы как можно больше людей объединялось по зову сердца, приходили помогать. Потому что одним нам, к сожалению, не справиться. А ребята ждут, ждут каждый день, пишут даже ночью. Пока мы есть, пока мы будем все объединяться, мы сделаем очень много. В Самарской области служит один из лучших бойцов Росгвардейского спецназа России. Сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Самарской области успешно прошел испытания на правоношение знака отличия первой степени полицейского спецназа. Соревнования проходили в три этапа. Сначала проверялось состояние здоровья кандидатов, а после они сдавали тесты по тактико-специальной, правовой, политической, огневой, топографической и физической подготовке. Кульминацией стал финальный день. Спецназовцы выполнили череду упражнений на силу и выносливость, выполнили задания по штурму и стрельбе. Особое внимание в ходе экзамена уделялось стрелковому тесту, важнейшему элементу испытания. В итоге из 92 кандидатов, которые представляли все округа Росгвардии, испытания успешно прошли только пятеро офицеров, и в том числе представитель нашего региона. Все за меня переживали. И отряд переживал за меня, семья переживала, мать. Все переживали, друзья, близкие, все поддерживали всячески. И это очень сильно помогало на самом деле. И вот в такие моменты ты уже сам понимаешь, что нельзя останавливаться, потому что тут все за тебя, все ждут тебя с победой, так скажем. И вот, все вот это вместе и помогло. Титулованные спортсмены, скоростные лодки, невероятный драйв и положительные эмоции. Фестиваль скорости на открытой воде «Жигулевская миля» прошел в Тольятти. В мероприятии приняли участие более трех десятков спортсменов, представляющих различные виды водно-моторной техники, включая гидроциклы, катера и автомобили-амфибии, а также скоростные гоночные суда класса «Формула-1». Фестиваль стал для тольяттинцев настоящим праздником. В рамках события прошел сап-карнава в поддержку редких животных, велозаезд «Новая Веста», «Мечта невесты», мастер-классы и лекторий от Росзаповедцентра. Фестиваль «Жигулевская миля-2024» прошел при поддержке правительства Самарской области. Титульным партнером выступил «АвтоВАЗ». Титульным партнером выступил «АвтоВАЗ».